Я аналитик. Я рассказываю то, что происходит. Мои личные моральные оценки находятся у меня. Экономика России в 2023 году выходит из кризиса. Очень серьезное вливание бюджетных денег в экономию. Засунуть в санитарный кордон не удалось. Бизнесу дали возможность крутиться. А крутиться он, конечно, мощно. И слушайте, у них уже шестой кризис. Они уже опытные, они уже знают, когда все говорили ужас, и все рухнет. Нет, не рухнет. Происходит восстановительный экономический рост. Это факт. Трезвость в оценках – лучший способ принимать и личные, в том числе, решения на адекватной основе. Привет, это «Опыт свободы». Меня зовут Артем Филатов. Сегодня с нами Наталья Зубаревич, профессор МГУ, специалист по социальной и экономической географии России. Мы с Натальей Зубаревич обсуждаем, как сейчас меняется страна, меняется экономика, и какую цену сейчас платят и будут платить россияне за эти изменения. Наталья Васильевна, добрый день. Здрасте. Огромное спасибо, что вы сегодня с нами. Хочется начать с конкретики. Можно ли говорить, что в нынешних условиях Россия повторяет вот ту модель экономико-географическую, по которой развивался-развивался и в итоге развалился Советский Союз, когда расходы идут в основном в сферу военную и остальные сферы оказываются, что называется, обнажены. Но все гораздо сложнее. Таких стереотипических сопоставлений, пожалуй, не стоит делать. Начнем с того, что в Советском Союзе была плановая экономика. И это ключевое отличие. Негибкое, неадаптивное. Ключевое сходство состоит в том, что, да, в современной России расходы на национальную оборону и национальную безопасность высокие. Да, все так. Но только разница в том, что состояние бюджета России, которое нынешнее, при всех издержках и проблемах, во-первых, существенно лучше, потому что дефицит бюджета не такой большой. И до конца года он вряд ли превысит 2% ВВП, волового внутреннего продукта. Но это будет порядка 2 триллиона рублей. Бывало и хуже. В ковидный 20-й год дефицит был больше. Во-вторых, бывали и такие же расходы. Если вы возьмете середину десятых годов и посмотрите структуру, тогда еще открытую, расходы федерального бюджета, вы с изумлением обнаружите, что расходы на национальную оборону и национальную безопасность суммарно превышали 30%. 31-32. И в том числе 20-21 была на нас безопасность. Тогда это называлось перевооружение российской армии, то есть гособоронзаказ в огромных масштабах шел туда. Ну да, регионам хуже стали помогать, но в общем, как бы, что называется, никто не умер. Поэтому аккуратнее надо быть с сопоставлениями. Да, сдвиг сейчас примерно такой же, цифр открытых нет, но по всем оценкам доля расходов на национальную оборону и национальную безопасность тоже держится где-то на уровне 30-31, ну максимум 32%, ну максимум треть. Да? Ну второй довесок федерального бюджета почти такой же по доле, до 30%. Это социалка. И в эту социалку входят очень большие деньги, которые отправляются в бывший пенсионный, ныне социальный фонд, потому что, если раньше он был способен как бы собрать страховые взносы и обеспечить себе примерно 60% от необходимых расходов, а 40% давал трансфер, то, судя по всему, сейчас это соотношение 50 на 50 стало хуже. Поэтому трансфер должен быть больше, пенсии-то платить надо. В этих же расходах на так называемую социальную политику, помимо трансфер пенсионному фонду, сидят еще всевозможные выплаты льготникам федерального уровня. Их тоже пока никто не бросает, эти льготы надо финансировать. А это миллионы человек, чтобы было понятно. Миллион. Соответственно, вот два больших кита в этом федеральном бюджете, которые, ну, по понятным нам всем причинам, сокращаться не будут. Как первый, военный и безопасность, так и второй, социалка, потому что, ну, это подрыв политической стабильности. Что будет сокращаться? И тут ресурсы есть. И здесь политика российских властей все-таки гораздо более гибкая, чем у Советского Союза. Ну, просто другого уровня менеджмент. Люди понимают, что и как можно сделать с бюджетом. Раз. И, слушайте, у них уже шестой кризис. Они уже опытные, они уже знают, как, что называется, это называется консолидация бюджета. Вы имеете в виду шестой кризис в постсоветской истории, да? Конечно. За 30 с лишним лет. Уже все минные поля прошли, на всех подорвались, уже как бы теперь умные стали. Поэтому с большой очевидностью будет, ну, аккуратно снижаться, об этом, в общем, уже заявлено. Финансирование расходов на национальную экономику. Это всевозможные инвестпроекты, прежде всего, которые, ну, уже по дорожному строительству маленько сокращают в номинальном выражении процента на 4. Ну, по жизни всегда в таких кризисных условиях подтормаживают финансирование здравоохранения, образования, культуры. Но там тоже пугаться не надо, потому что зоной ответственности федерального бюджета являются только учреждения верхнего уровня. Здравие – это федеральные медицинские центры, а все остальное на регионах. В образовании – это вузы, все остальное на регионах. Но то, что не добавят денег моему родному МГУ, так я и не удивлюсь, я примерно так себе это и представляла. Культура – это только высшие учреждения, ну, типа Третьяковки, Большого театра. Там не знаю, там, как, видимо, кто пролоббирует, у кого как получится. Поэтому, ну, это маленькие в долях расходы, там, 3-2%, 4%. Главный ресурс для сокращения – это расходы на нациоэкономику. В хорошие годы они достигали 20% всех расходов. Поэтому здесь и будут потихонечку рубить. Поэтому поле для манёвра есть. А с учётом того, что по итогам года дефицит бюджета будет не такой катастрофический, как многие предполагали, напоминаю, что уже в августе баланс доходов и расходов был плюсовой. То есть в августе доходы федерального бюджета были выше расходов. Поэтому апокалипсис первых месяцев, январь-февраль, когда все говорили, ужас, и всё рухнет. Нет, не рухнет. Доля, если мы посмотрим динамику нефтегазовых доходов, ну, чтобы вам было понятно, они сейчас в пропорции... Одна часть — это нефтегазовые доходы, а две части — не нефтегазовые. То есть они важнее. А откуда эти доходы берутся, Наталья Васильевна? Ведь, с одной стороны, нефть и газ покупают сейчас по каким-то странным схемам за какие-то рупии, за какие-то юани. Это не очень конвертируемые в бюджет валюты, я так понимаю. Как же он тогда наполняется? Это чудо какое-то, или что это? Давайте по порядку. Итак, пункт первый. Если в первом полугодии нефтегазовые доходы упали на 47% против первого полугодия фантастического, роскошного первого полугодия 22-го года, помню, что ещё эффект высокой базы работал, потому что в 22-м получили немерено нефтегазовых денег, намного больше, чем в 21-м, то уже к январе-августу, то есть за 8 месяцев, падение было минус 38%, не 47%, 38%, тихонько стали подтягиваться. Причины. Первая причина и понятная причина. Рост цен на нефть и газ, в том числе на российский, прежде всего на нефть. Главный наполнитель бюджета нефть. Вторая причина. Девальвация. Вы за тот же баррель в рублях-то получаете сильно больше, и это в виде налогов идёт бюджет. Поэтому девальвация поспособствовала пополнению нефтегазовых доходов федеральным бюджетом. Теперь про не нефтегазовые доходы, доля которых, в общем, два раза больше. Что там происходит? Происходит восстановительный экономический рост. Это правда. Это правда. Растут заработные платы, и поэтому, например, регионы получают больше налога на доходы из лиц. Растёт оборот торговли, промышленности, и это означает, что получают федеральный бюджет, это уже чисто федеральный бюджет, большой рост налога на добавленную стоимость. Это сейчас главный налог, НДС, он двойной. Вот он вырос на 26% за январь-август. И, в общем, очень сильно помог федеральному бюджету. Что происходит? Первое. В этом налоге есть две части. Внутренний НДС, там растут цены, и растут объёмы производства и услуг. Есть внешний НДС, который платят те, кто привозит в Россию импортную продукцию. Так у нас импорт-то почти восстановился, и платят они в рублях, да ещё с учётом девальвации и импортного подорожания, то есть, стало быть, и внешний НДС тоже хорошо растёт. Вот вам как бы картина маслом, чтобы вы её понимали и не говорили про рупии. Да, с рупиями есть проблемы. Ну, во-первых, банки уже сказали, что нашли схемы вывода, там через Дерхам или Юань, или, но как-то выведут. Поэтому не читайте новости в, как это сказать, в аккуратно отобранном ракурсе. У вас будет неправильная картина. Читайте все новости и вы увидите, что восстановление доходов федерального бюджета, во всяком случае, российским властям, оно внушает некоторый оптимизм. Ну, вот государство, в отличие от нас, обычных людей, когда, например, ему перестаёт хватать денег, понятно, что сейчас вы говорите, что это не тот случай, что денег хватает, но когда перестаёт хватать денег, оно может включить печатный станок, просто-напросто напечатать ещё. А такие сценарии, вот я уже вижу, что вы недовольны тем, что я говорю, но такие сценарии вообще сейчас в России не рассматриваются? Знаете, не 98-й год, многому научились. Я с этого начала и к этому ещё раз вернусь. Во-первых, у России не будет такого страшного дефицита федерального бюджета. Я это подчёркиваю. В плане, в законе о бюджете написано 2% дефицит относительно ВВП. Сейчас наиболее такие оптимисты говорят, что может даже полтора будет, а не два. Но вряд ли больше двух. То есть закон будет выполнен. Второе. Россия продаёт облигации внутреннего займа. В прошлом году было больше двух триллионов. Купили банки. В этом году весной продавали, сейчас просто нет открытой статистики, не знаю, но это возможность занять на внутреннем рынке. Зачем вам печатный станок, если вы несколько триллионов продали. Третье. У вас есть фонд Насблагосостояние, из которого потихоньку берут, но там ещё есть весёлая история. Этот фонд в иностранных валютах и в золоте. Соответственно, когда у вас рубль обесценивается, происходит переоценка этого фонда Насблагосостояния. И, например, в 23-м году только благодаря переоценке бюджет мог взять оттуда полтора триллиона, а хотя ни в долларах, ну там их мало, ни в еврах, ну там хорошо, в юанях, это меньше не стало. Просто благодаря переоценке рубль подешевел. Вы можете забрать в рублях, не трогая по факту фонд. Поэтому вот все эти разговоры, печатный станок, вот сейчас всё брошу, разгоню к чёртовой матери гигантскую инфляцию. Вопрос зачем? Ну, я, возможно, с вами из такого некоторого информационного пузыря разговариваю, и вы приходите в этот пузырь с цифрами, фактами, с конкретикой, но вопрос всё-таки моего информационного пузыря. Можно ли сказать так, что, ну с одной стороны, в целом, у россиян очень выросли какие-то личные риски, личная зависимость от государства и его каких-то там планов, действий, авантюр, но при этом экономически никакого катастрофического падения не происходит? Вот насколько это корректно? Ну, зависимость выросла в простом ракурсе, вас мобилизовать могут, и никто вас не спросит, хотите вы идти туда, которое называется СО, или не хотите. Ну, второе, от вас будут требовать повышенной лояльности в том, что вы говорите, и наказывают за отсутствие этой повышенной лояльности. Но это все не экономические термины. Теперь про экономику. Давайте с этим разбираться. Знаете ли вы, что номинальные заработные платы, вот сейчас начнется крик, я хочу внимательно акцентировать, в организациях, в организациях, то есть, что происходит в неформале, у ИП, у самозанятых, мы не знаем, статистика этого не показывает, но заработные платы в организациях за первые, сейчас вспоминаю, первое полугодие или семь уже месяцев выросли в номинале на 13%. В реале, с учетом инфляции, они на семь выросли. Пенсии, получаемые населением, в номинале плюс 12%, в реале плюс 6%. То есть, у людей после, понятного падения, но относительно небольшого, в 22-м году, в 23-м компенсировалось это падение, вот это надо понимать. Да, понятно, что у бюджетников особого роста не было, там особо не индексировали, но занятые в промышленности, строительстве, в транспорте, то есть, это как бы бизнес-занятость, да, и даже госкорпорации-занятость, там зарплаты реально выросли, потому что там идет бешеная конкуренция за рабочую силу, рабочей силы в России отчаянно не хватает, вот сейчас самое, не деньги напечатаны, а кто работать будет? У нас молодое поколение, трудоспособное, если мы берем возраста 20-30 лет, оно на четверть сократится по сравнению с 10-ми годами, на четверть, а на пенсию будет уходить, очень многочисленное поколение 50-х годов рождения, и вот это вот отчаянная нехватка рабочей силы в реальном секторе, это прежде всего обрабатывающая промышленность, ну, не добычный нефтегаз, там зарплата хорошая, там работники найдутся, стройка, соответственно, ну, это самые больные места, да, в меньшей степени транспорт, хотя тоже, торговля, потому что у нас на низших позициях там были в основном трудовые мигранты иностранные, и в стройке, кстати, тоже, они, их стало чуток побольше по сравнению с ковидом, подросла миграция, правда, но она до сих пор меньше по объемам, чем было в доковидную эпоху, а количество работников российских сокращается и сокращается сильно, поэтому сейчас демография и рынок труда самые большие ограничители развития экономики России, это первое, и второе, что мы сами прекрасно понимаем, это состояние федерального бюджета, вот за ним надо смотреть невероятно внимательно, потому что именно из федерального бюджета идут средства на гособоронзаказ, на многие выплаты мобилизованным и так далее, там сколько денег, столько и возможностей, но понятно, что эти статьи расходов сокращаться не будут, вот как долго, как только можно, и это самые защищенные статьи расходов в федеральном бюджете. Друзья, если вам интересен этот разговор, то подпишитесь на канал Опыт Свободы, здесь выходит еще больше видео о том, как меняется сейчас наша страна, как меняется мир и как реагировать на эти изменения. Подписывайтесь, чтобы вместе разбираться, как нам все это пережить. Ну а мы продолжаем интервью с Натальей Зубаревич. Наталья Васильевна, тут не могу вас не спросить, вот часто говорят, не всегда подтверждая это цифрами, что вот есть категории россиян, которые зарабатывают на боевых действиях. С одной стороны, представители власти, кто-то из провластных людей говорил о новых богатых, как о некой новой группе людей с деньгами, которые вернулись из зоны боевых действий. С другой стороны, ну есть и частые такие именно обвинения в адрес россиян, что вот они заработали там на войне большие суммы, которые не могут заработать в обычной жизни никаким уж образом. Вот насколько это реально, насколько это реальный фактор, что происходит с этими деньгами, с этими людьми, когда они, когда и если они возвращаются? Погодите, давайте разделим, давайте разделим бизнесы и работников, занятых. Начну я с работников. Вот те, кого мобилизовали, отправили на войну, их заработки выросли чуть ли не на порядок. Действительно, они стали много зарабатывать. Мы сами только не знаем, как долго они могут это делать. Как не звучит, это цинично, но это факт. Это факт. Второе. Большое количество людей привлечено на так называемые новые территории настройки и их заработные платы, в том числе, кстати, у иностранных трудовых мигрантов, которые тоже там работают, существенно выше, чем на, скажем так, канонической территории Российской Федерации. Они тоже зарабатывают. Поэтому вот эта группа наемных работников или мобилизованных, они действительно на этом зарабатывают существенно больше, чем было раньше. Плюс контрактники, которым в этой зоне повышают тоже финансирование. Поэтому слой людей, давайте по-русски скажу, слой простых людей, которые на этом зарабатывают, есть, немаленький. И мы видим это потому, как успешно возвращаются кредиты в перифериях, в закредитованных домашних хозяйствах. Как ипотека в средних городах начинает прилично расти, потому что у людей появляются деньги. Вот это люди. Мы про это договорились. Теперь по бизнесам. Те, кто занят на обслуживании всех нужд СВО, они, конечно, получают дополнительные заказы. Мера выгодности этих заказов обсуждаема, данных мы не знаем, но, тем не менее, это бесперебойное производство, которое какую-то прибыль им генерит. Это и строительные компании, и оборонные предприятия, и текстильные предприятия, то есть швейные, которые делают форму. Масса всего. И те, кто обслуживает там армейский корпус медикаментами, едой, это все дополнительные заработки. Но это в рамках государственного бюджетного финансирования в сторону вооруженных сил, а вооруженные силы уже заказывают частному, невоенному бизнесу, в том числе, то, что им надо. Тут элемент рынка, конечно, сохраняется. А вот вторая часть совсем другая. Это переделы активов, связанные с тем, что из России уходит многочисленный иностранный бизнес. Здесь такая мутная вода, здесь такие неясные решения, кому достанется. Вот здесь российский бизнес суетится так, как, наверное, он суетился в эпоху первоначального раздела активов. Помним слова «залоговая приватизация». Как принимаются решения? Тайна, покрытая мраком. Почему выгнали Данон и вручили управление активами племяннику Кадырову? Это же, знаете, самый такой кричащий случай. Уходят крупные иностранные пивоваренные компании и туда возвращается управлять, не владеть пока, управлять господин Балоев, бывший генеральный директор компании «Балтика». Куча активов в связи с уходом из иностранцев куплена российским бизнесом. Кто как суетился, об этом будет написано как бы в будущей эпохе, потому что сейчас понятных данных нет. Но есть люди, например, металлурги, которые вышли из своего бизнеса крупно и сейчас скупают то, что принадлежало американским другим компаниям. Есть питерские лесопроизводители кухонь, которые скупили Икею, ее заводы. Сейчас Икея уже третья, Икея торговая ее часть, уже третий раз переходит из рук в руки. Мы вот эту драку бульдогов под ковром видеть не можем, но она гигантская, и вы же получаете отстроенный работающий актив по цене как минимум в два раза ниже рынка, как минимум. А уж про автозаводы, извините, Рено-Ниссан в Москве было за рубль передано НАМИ, профильному автомобильному институту научному, и КАМАЗу. Вот где идет удивительное совершенно бурление, но опять же покрытое мраком. Как там принимаются решения? Большой вопрос. Третье, кто проигрывает? Вы сейчас видите пока не массовую, но существенную, уже примерно 25-30 случаев, историю с деприватизацией тех активов, которые в 90-е годы перешли в руки частного бизнеса. Национализация. Они называют это деприватизацией, то есть прокуратура это оспаривает в пользу государства, а кто будет потом собственником? Простите, не все ясно, не все ясно, поэтому национализации я бы поостереглась, а вот с деприватизацией мы видим порты, но порты точно отойдут государству, а вот Метафракс, завод, который делает сырье пригодное в том числе для оборонных отраслей, он куда отойдет? Ростехнология может быть, поэтому вот сейчас мы видим битву разных форматах, в которой конечно есть выигравшие бизнесы, но есть и проигравшие. Если ты вдруг потребовался зачем-то государству с его понятиями о безопасности и контроле, ну как бы быть уверенным довольно сложно, что вы сохраните свой бизнес. Наталья Васильевна, а насколько, если мы говорим по автозаводу, которые требуют в первую очередь технологий, комплектующих, требуют сложных решений, или если мы говорим даже например про порты, где казалось бы все просто пришел корабль, загрузил и он поплыл дальше, но если брать порты балтийские, да, вот эти порты Петербурга, порты там вокруг Петербурга, услуга, там Приморск и так далее, это же как будто бы в нынешних условиях не то, чтобы ценные активы, ведь куда там плыть и что там везти, если с Европой Россия почти не торгует уже? Если мы берем разные активы, то все по-разному. Например, шинное производство, откуда ушли на Кен Таэрс, да, взяла Татнефть. Как она будет им управлять потом? Ну, потому что у нее сохранилось шинное производство в Нижнекамске, наверное, какую-то синергию она будет отстраивать. Хотя производство каучиков в том, в Татарстане уже принадлежит Сибург. Как-то договорятся. На второе, калужские заводы сейчас будут покупать за очень умеренные и смешные почти что деньги дилерская компания Автодом. Как она будет управлять, не будучи производственной компанией? Тоже большой вопрос. А Рено-Ниссан в Москве уже пришла китайская сборка, невероятно крупноузловая. И красивый москвич номер 6 до степени неотличимости, является китайским автомобилем. Китайская сборка придет, вопрос в другом. Потому что она приходит уже в Калининградскую область потихонечку. Автотор там начинает шевелиться, что-то делать. Немцы ушли, корейцы ушли. Вопрос же в масштабах. Мы не понимаем пока, в какой мере а, китайцы готовы прийти, и б, в какой мере рынок будет переориентирован на крупноузловую сборку в России, или же он предпочтет тупо импортировать готовые китайские автомобили. Подвешено пока. Потому что Россия могла бы это тормознуть, взяла бы и установила заградительные пошлины на готовый автомобиль. Раньше бы таки да, что она и делала примерно в середине нулевых, когда надо было создать здесь сборку всех глобальных брендов. Только вот сейчас сказать Китаю, что я вам поставлю заградительную пошлину, боюсь, что немножко сложновато. А тогда Китай говорит, а что мы к вам придем на автосборку? Поэтому, знаете, переговорная позиция и ваша переговорная сила изменились, но пропорции мы пока не понимаем. Так что довольствуйтесь Ладой Грантой и Ладой Вестой. Вот вам будет счастье. Я, Наталья Васильевна, может быть, снова сейчас вот к вам из своего пузыря обращусь, но я рискну это снова сделать. Вот мы обсуждаем, как меняется бизнес, и у этих тех изменений есть конкретные причины, конкретный момент, когда все это началось, да, 24 февраля. Есть люди, простые россияне, которые так или иначе, в том числе имеют возможность заработать на войне, и это тоже имеет и причины, и последствия, это конкретная история, конкретная ситуация. Я не знаю, насколько это к вам, насколько это корректно сейчас, да, но есть ли тут, должны ли тут быть при описании этой реальности какие-то моральные оценки, или вот тот же бизнес, он как бы, как вы раньше в одном из интервью описывали, бизнес абстрагируется от происходящего вне своей непосредственной сферы деятельности. Вот в таком случае, насколько это абстрагирование дальновидно и куда оно может завести? В России оно объективно необходимо. Или вы делаете бизнес, или вы даете моральные оценки. Давайте уже так по-взрослому говорить. Или вы аналитик и пытаетесь трезво оценивать ситуацию, или вы даете моральные оценки. Я тут, знаете, в роли почти что бизнеса нахожусь. Я аналитик. Я рассказываю то, что происходит. Мои личные моральные оценки находятся у меня. Я думаю, что многие понимают, какие эти моральные оценки в моей голове. Поэтому сейчас мы с вами обсуждаем бизнес-ситуацию, экономическую ситуацию. И большинство населения России, как гениально сказала Катерина Шульман, гениально. Зажмуривается. Зажмуривается. Я сказала проще, что это новая нормальность, в которой люди пытаются сделать вид, что ничего не происходит. Вот Катерина сказала очень правильные слова. И бизнес зажмуривается. Он в эту сторону не смотрит. Он решает свои бизнес-задачи. Если говорить про еще уехавших и оставшихся. Именно с экономической точки зрения. Вот есть большая разница между нынешней Россией и нынешней Белоруссией. Лукашенко в Белоруссии давит на уехавших белорусов, мешает им получать доверенности, не дает теперь уже получать паспорта, если они уехали. Российские власти этого не делают всего. И более того, не меняют даже налоговый режим для уехавших россиян, которые продолжают работать на российский рынок, на российские компании. Как вы думаете, при том, что обычно мы видели, что власти России смотрят на Лукашенко и что-то начинают повторять лагом в два года, ждет ли нас такой же наезд на уехавших или у российских властей другой интерес и другая позиция? Начнем с того, что давайте посмотрим экономическую политику Лукашенко и экономическую политику российских властей. Она все же различаются как бы мера государствления в Беларуси, мера контроля в Беларуси за экономикой сильно больше, чем в Российской Федерации. В конце концов, у нас до сих пор есть частный Урал-Калий, а там все под контролем государства. Поэтому мера разная, и это внушает определенную надежду. Второе, России никто особо не поможет миллиардами долларов, если полетит к чертям экономика. Надеюсь, что она не полетит. А Лукашенко всегда знает, куда обратиться за дополнительной суммой денег и ему дадут. Тоже некоторая разница. Поэтому вы можете проводить более безответственную экономическую политику, понимая, что вас подкормят. Это про Лукашенко. Теперь про поуехавших. Во-первых, это оценки. Произвожу, что называется, повторяю чужие оценки. Примерно 70% поуехавших айтишников продолжают работать на российские компании. У нас и так нехватка айти-персонала. Зачем рубить сук, на котором ты сидишь? То решение, которое принято под большим давлением Минцифры, они молодцы, что это пробили. Это очень правильное решение. Вы сохраняете даже дистанционно хотя бы часть рабочей силы, которая вам очень нужна. И поэтому рациональные экономические решения возможны. Более того, я приведу пример. Он очень простой. Федеральный бюджет. Гигантские расходы в начале года, гигантские авансирования всего и вся. А сейчас ты уже поаккуратнее. А сейчас ты уже стараются сводить доходы с расходами. Это тоже рациональное поведение. И оно в российской экономической политике есть. И я очень надеюсь, что никуда не денется. Именно благодаря рациональному и квалифицированному экономическому поведению российских властей. Я говорю только про экономические структуры. Мы как-то держимся и даже выходим из этого кризиса. Бизнесу дали возможность крутиться. А крутиться он, конечно, мощно. То есть Россия все-таки выходит из того кризиса, который был спровоцирован военными действиями. Слушайте, ну давайте пойдем по цифрам. Я вам по зарплатам и пенсиям сказала, доходы населения прошлый год падения примерно полтора процента, в этом году по первому полугодию уже рост доходов за полугодие больше двух процентов, 2,6 по-моему. Дальше, инвестиции плюс восемь, стройка плюс девять, промышленное производство два с половиной, обрабатывающая промышленность под шесть рост. Выходит, конечно, вы можете не верить цифрам Росстата, да ради бога, это каждый выбирает чему он, каждый выбирает свой информационный пузырь. Мы же не спорим, правда? Имеете полное римское право. Но суть в том, что действительно экономика России в 23-м году выходит из кризиса. Причин несколько. И одна из важнейших, так называемый бюджетный импульс, о котором я говорила. Очень серьезное вливание бюджетных денег в экономику. Не только в гособоронзаказ, но прежде всего в него, а от него импульсы роста идут в сопряженные отрасли. Металлурги выползают, которые упали в прошлом году. Осенне-зимние данные было минус 10 производства стали и проката. Минус 10. А сейчас почти восстановились в том числе не только переориентации на другие рынки экспортные, в том числе благодаря росту гособоронзаказа. Там же металла надо больше, ростустройки, там же металлоконструкций надо больше. Пока тяжелее всего восстанавливается лесопереработка, потому что она очень сильно в европейской части, в северо-западе, была ориентирована на европейские рынки. С их закрытием переместить экспорт оказалось намного сложнее, потому что на Китай он бы купил, наверное, но только железная дорога, не резиновая, не перевезешь, там конкуренция на Транссибе, на Восточном полигоне. А на другие рынки, они новые, но их пока прощупывают, но уже больше идет и в Турцию, и в Северную Африку, как-то они будут пытаться переориентировать свой экспорт, но издержки, конечно, выше. Одно дело, вы в Финляндию за 100, 200, 300 километров отправили, а другое дело тащить куда-то в Средиземное море в лучшем случае. Поэтому там медленнее идет процесс. По отраслям все довольно по-разному. Да, Наталья Васильевна, вот вы сказали только что про как раз такие, затронули и логистику, и транспорт немного, да, наряду с промышленностью. Вот очень сейчас любят журналисты следить за тем, что происходит в авиаотрасле, которая, разумеется, пострадала от санкций, и как раз авиаотрасль нам показывает, что если у тебя нет комплектующих, если у тебя, ну, деталей, запчасти, ремонт, да, если нет, отключают авиакомпании от всяких программных решений, да, там и в сфере навигации, в сфере метео, в сфере, в самых разных сферах, и мы видим, опять же, похоже, не катастрофический, но все-таки рост числа происшествий, рост числа всяких нештатных ситуаций на авиатранспорте. Вот этот пример авиаотрасли, которая, конечно, не загибается пока под санкциями, но явно чувствует себя нехорошо. Что-то подобное, это скорее исключение для российской промышленности, для российской экономики, или это как раз вот показатель того, куда мы идем? Но я ни разу не специалист в этой отрасли, но тем не менее что-то знаю. Не забывайте, что многие виды комплектующих удалось с помощью параллельного импорта в Россию завести. Второе. Российские самолеты ремонтируются в Турции. Писали про Иран. Иран я не знаю, но турецкие компании сейчас не все, но часть продолжают эксплуатационный ремонт обслуживают. Дальше. Комплектующие едут. Количество авиапроисшествий я сравнивать не могу, потому что у меня нет статистики, а громкие случаи не являются статистикой. Не являются. Пока мы видим, что рейсы летают, в 22-м году авиаотрасль была поддержана государством. 100 миллиардов рублей было ей в качестве субсидий выделено с тем, чтобы поддержать цены и тем самым не падали в перевозке. Возможность ремонтироваться и заменять комплектующие неполная, но, скорее всего, есть. За границу летают самолеты, которые уже удалось вывезти из регистрации либо на Багамах, либо в Ирландии. Эти самолеты еще не все. И потом маленькая деталь. Никто не отменял авиаканнибализма. То есть самолеты, которые выводятся из эксплуатации, используются как на запчасти. Поэтому медленно, вы правы, медленно проблемы будут нарастать, потому что это ненормальная ситуация. Второе, понятно также все более, что вот шапкозакидательские истории про полную замену российским авиапромам, но они ни о чем. Сухой до сих пор не может супер-жет окончательно ввести в эксплуатацию мотор внутреннего производства, потому что на французских летали. Так идут еще испытания. Этот МС-21 опять откладывается в выпуск, поэтому там все очень непросто. Это мы понимаем. Но в текущей эксплуатации авиаотрасли, транспорта, а не авиапромышленности как-то отладили эту систему и никаких явных ухудшений, связанных с учащением большим авиапроисшествий и катастроф, пока мы не наблюдаем. У меня еще буквально наверное два вопроса к вам, Наталья Васильевна. Я помню, что 10 лет назад вы нам всем объяснили, что Россия это неоднородная страна. Тогда вы говорили про 4 России. Понятно, что с тех пор много воды утекло и случился ковид, а сейчас вообще совершенно другая ситуация. А сколько России сейчас? Как бы вы вообще сейчас могли описать страну, если это возможно? Или мы сейчас наблюдаем как раз процесс изменений, который вот еще не завершен? Да господи, ничего же не поменялось. Так. Это же центропериферийная модель. У нас что, сместились центры? Москва не стала центром? Ну, Москва там же, признаю. Да. Да ничего же не поменялось-то. Поменялось в некоторой мере состояние. А само разделение ну, ровным счетом никуда не делось. У нас что, исчезли слаборазвитые республики, они теперь у нас кремниевые долины? Ну, ну, слушайте, ну, это настолько устойчивая конструкция. Не мной придумана эта центропериферийная модель, которая в России невероятно стабильна. Другое дело, что теперь мы видим, что вот в этих суперцентрах, о крупнейших городах приличное количество поуехало. И как бы модернизированность населения крупнейших городов, ну, она убывала, потому что самый ценный человеческий капитал именно из крупнейших городов, знаете, из Пупкинска никто особо не ехал. Ехали из Москвы, Питера, Новосибирска и далее по списку Екатеринбурга. Соответственно, человеческий капитал там снижался. Это правда. Это правда. В перифериях немножко вырос достаток, связанный с выплатами. Что пособие для малоимущих семей, что всех этих заработков мобилизованным и контрактным. Знаете, я бы поискала московских контрактников. Контрактники-то в основном набирались в регионах, где зарплаты невысокие, работы особо нету, а тут ты получаешь сразу в разы больше. Поэтому там несколько подрос достаток. Это правда. В средних городах, вот так, вторая Россия индустриальная, загрузка индустриальных мощностей прет, потому что гособоронзаказ большой. И там, стало быть, тоже заработки немножко подтянулись. А вот самая продвинутая часть, те места, где концентрируется средний класс образованный, зарабатывающий, там просадка. Поэтому давайте так. Первая Россия малость похудела, вторая Россия стала лучше зарабатывать, но работников не хватает. Третья периферийная Россия тоже стала больше получать социальных выплат и зарплат от деятельности там, где постреливают или стреляют, давайте четко скажем. Но принципиально по типу социума, по представлениям о лучшем, о будущем, о том, как вообще вся страна живет. Ничего не поменял. Ничего. А вот другая страна всего происходящего. Вот вы уже упоминали, что очень ценятся сейчас рабочие руки, потому что их стало меньше. И за счет мобилизации, и за счет уехавших, но и за счет демографической ямы 90-х. Вот если мы сейчас расплачиваемся за ту демографическую яму спустя 30 лет, то какой же будет Россия в 2053 году? То есть это еще один такой же сопоставимый по масштабам отложенный шок, который ждет страну? Ну вообще страну ждет депопуляцию. Быстрее или медленнее страна депопулирует. И этот процесс не остановится, потому что мы страна сильно постаревшая, которая рожается меньше, чем помирает. Ну примите это как медицинский факт, это правда, с этим сделать ничего нельзя. Второе, то, что мы имеем сейчас, это следствие двух факторов. Первый, про который все забыли, война, Вторая мировая война, когда рожали мало, и это поколение потом рожало в 60-х, в конце 60-х, военных лет рождения. А потом следующее, их дети пришлись на 90-е кризис, когда опять как бы обычно эти волны сглаживаются. Но мы каждый раз по кумполу били тогда, когда шло маленькое поколение. И вот 90-е добавило, и сейчас это маленькое поколение пришло на рынок труда, и ему еще раз добавили. Короче говоря, если в 50-е годы добавок не будет, то потихоньку будет сглаживаться. Если очередная добавочка прилетит, то опять будет так, как сейчас, очень сурово. В том, не забывайте еще одну деталь. Россия потихоньку меняет миграционную политику, она это не пиарит совсем. Но сейчас резко выросло количество таджиков, например, получивших российское гражданство. Там понятны две причины. Одна мобилизовать можно, вторая действительно сильный дефицит рабочих сил, но тем не менее, немножечко дверца чуть-чуть открывается. И пока Средняя Азия едет, ну, наверное, будут так порционно пускать. Да, Алексей Ракша нам говорил об этом феномене, что российские паспорта не теряют своей популярности, остаются востребованы, по крайней мере, среди определенных групп иностранцев абсолютно точно. Средняя Азия приезжая сюда, получив гражданство, сразу получает пакет социальный, потому что все они с доходами ниже прожиточных, значит, на каждого ребенка ежемесячное пособие, каждый месяц, на каждого ребенка. Это деньги. Второе, можно работать белую, рабочих мест много, особо на стройке, где-то еще в сервисах, пожалуйста. Конечно, это привлекательное место по сравнению с тем, где они живут. Пока, да, пока они такие многодетные и бедные, да, что будет через 50 лет, я не знаю. Сколько может российский бизнес платить, российское государство платить, захотят ли ехать по-прежнему сюда, или покажется что-то более привлекательным в других местах. Мир гибкий, он меняется. Прямо последняя вещь, я хочу скорее поделиться впечатлением от разговора. Я понимаю, что у вас есть на руках факты, цифры, вы смотрите на реальность, которая складывается. Экономическая, географическая реальность. В то же время, ну вот можно так перефразировать Толстого, сказать, что все страны, которые не под санкциями, которые в глобальную экономику интегрированы, они одинаковые, хотя это тоже не совсем правда, они разные, конечно же, но можно описывать как-то вот, используя одни и те же модели описания. А вот страны под санкциями, они какие-то совсем другие, совсем отличаются. И вот как бы мы можем с разных сторон смотреть, и каждый что-то там свое увидит, и свою по-своему опишет Россию. Насколько это сейчас является серьезной проблемой восприятия страны в экспертном анализе, в журналистском анализе, как сейчас мы можем говорить и описывать Россию, если это становится сложнее. В какой-то момент это правда было интересно, и были очень интересные анализы, и они очень полезные, но мы понимаем, что ситуация не такая. Страна, мощно вписанная в глобальную экономику, из нее не ушла, она просто переориентировалась на другие рынки. И давайте честно скажем, многие санкции почти не работают. Не все технологически жестче, но опять же и чипы везутся, и как бы мир-то не отгородился. От Ирана отгородился практически весь мир. От Российской Федерации отгородилась наиболее развитая его половина, которая имеет чертову тучу своих производств в других странах, которые не отгораживались. Поэтому каналы поставок остались. Слово санкции, оно пугательное, но к нему надо относиться аккуратно. Это не тотальные санкции. Многие из них работают крайне со скрипом, крайне слабо. Поэтому экономически я вообще в политику не полезу. Но экономически Россия остается игроком в том числе глобальной экономики. Засунуть в санитарный кордон не удалось. Это тоже факт. Он очень многим не нравится, я понимаю, но это факт. Это факт. Импорт практически восстановился по объему. Кто не знал. вот сейчас будем смотреть, что дальше, потому что рубль упал летом, и понятно, что все становится дороже, инфляция будет расти. Я же не говорю, что у России нет проблем, у России чертова туча проблем. Но наблюдать страну, как, вы знаете, как сидящий доктор у постели умирающего, я бы не стала. Нет этого. Нету. Есть тяжелая адаптация к изменившимся условиям, в которые есть выигравшие, без сомнения. Есть очень много проигравших, но эта адаптация тем или иным способом осуществляется. Часть этой адаптации состоит в том, что люди, некоторые говорят, я здесь больше не хочу жить и уешают. Это их полное право, право выбора, потому что то, как идет эта адаптация, создает большие риски для будущего. И мы это тоже хорошо понимаем. Трезвость в оценках лучший способ принимать и личные в том числе решения на адекватной основе. Большое вам спасибо, Наталья Васильевна, и за цифры, и за факты, и за то, что объяснили ваш подход. Ну, я уже скоро окончательно буду записана в агенты Кремля, мне уже деваться-то некуда, да, но я философски ко всему этому отношусь, делаю свою работу и рассказываю по мере своих компетенций, что происходит. Спасибо вам. Как видите, на любое интервью Наталья Зубаревич приходит с цифрами и с фактами, и мне кажется важным, что сегодня мы проговорили в этот момент, что Наталья Зубаревич как эксперт в своих экспертных выступлениях избегает морально-этических оценок, говоря о тех реалиях, которые сложились и которые развиваются сейчас в России. Это, наверное, важное уточнение, важное дополнение для многих зрителей. В то же время, конечно, мы видим, что война приобретает характер затяженного конфликта, это признают и многие западные лидеры, и в этих условиях разбираться в тех реалиях, которые во многом такое развитие событий обуслабливают, очень важно. Кроме того, мне кажется очень важным, что мы все-таки отметили, что да, есть определенный уровень реальности, но есть и наш личный выбор, который связан с нашим опытом свободы, с какими-то еще нашими личными планами, намерениями и интенциями. И личный выбор в этих реалиях может быть очень разным. Не только адаптация к тому, что сейчас происходит в России и по какому пути, вероятнее всего, она идет. Мне кажется, это суперважное дополнение к беседе с Натальей Васильевной Зубаревич. Расскажите, что вам кажется наиболее интересным или наиболее спорным в этом интервью. Оставляйте комментарии под этим видео. Ну а мы скоро вернемся с новыми выпусками опыта свободы. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok